МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Тимур Олевский. Это мой час. Смотрите сегодня в программе. Новые подробности о задержании российских военных службы безопасности Украины. Можно ли считать их дезертирами? В Москве судят предполагаемого пособника террористов, захвативших заложников в театральном центре на Дубровке. У родственников жертв теракта все больше вопросов к властям. Дональд Трамп, еще не заняв пост президента, уже нацелился на второй срок. Что будет с обещаниями посадить Хилари Клинтон и построить стену на границе с Мексикой? Служба безопасности Украины рассказала некоторые подробности с задержанием двух офицеров российской армии на границе с Крымом. По мнению украинской спецслужбы, они дезертировали из украинской армии в 2014 году. Российское министерство обороны называет их своими военнослужащими. Все подробности у Юлии Дрозд. Служба безопасности Украины ответила генералам российского Минобороны. В Москве назвали провокацией недавное задержание на границе с Крымом, как сообщал Киев, двух дезертиров. Речь о прапорщике Максиме Одинцове и сержанте контрактной службы Александре Баранове. Спецоперации украинские силовики провели 20 ноября, а сегодня показали видео. Хочу подчеркнуть, что видео оригинальное. Это не реконструкция. Флаги настоящие, действующие лица настоящие, изменники настоящие. Убегающий в будку российский пограничник настоящий. Военных задержали во время встречи с курьером. Его видно на видеозаписи. По данным СБУ, прапорщик и сержант пытались купить документы о получении высшего образования в Украине, чтобы стать офицерами российских военно-морских сил. В штабе Черноморского флота задержанных называют российскими военными и заявляют, что СБУ, цитата, «через подставных лиц выманило их и похитило». В российском ведомстве считают, что украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины. Этот инцидент – очередная история из серии взаимных задержаний граждан в России и Украине. Ранее в Крыму ФСБ несколько раз арестовывало украинцев по подозрению в якобы подготовке диверсии на полуострове. В Москве якобы за шпионство арестован украинский корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко. В свою очередь, СБУ в октябре задержала на своей территории сотрудников ФСБ, а сейчас и военных, теперь уже российского флота. По мнению ряда аналитиков, со стороны меры украинских силовиков кажутся ответом россиянам. Ну это шпионский. Естественно, спецслужба Российской Федерации создает картинку успешности работы и в том, что Украина является источником терроризма. Соответственно, наши спецслужбы не сидят сложа руки и посылают им ответный сигнал. Тем самым показывая, что они тоже есть, они тоже работают. Задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко украинская спецслужба внесла в список на обмен. Адвокат Марк Фейгин надеется, что обменяют его на задержанного в ровно сотрудника ФСБ Виктора Павленко. В СБУ говорят, что делают все возможное. Не исключая до того, что обменять могут и задержанных на границе с Крымом военных. Сейчас они находятся в Николаевском следственном изоляторе СБУ. Им грозит до 15 лет тюрьмы по статьям «Дезертирство» и «Государственная измена». Юлия Двозд, Юрий Комаров, Настоящее время. Итак, у России в тюрьмах остаются граждане Украины, которых обвиняют в шпионаже и диверсиях. Некоторые из них бывшие украинские военные. В Украине теперь тоже есть в тюрьме как минимум двое российских военных. Сколько их всего, мы, пожалуй, точно и не знаем. При этом обмен пленными, который должен происходить в рамках минского процесса, вообще остановился. В Донецке остаются военнослужащие Украины, которые попали в плен более двух лет назад. При этом заключенных российских тюрем Москва вообще пленными не считает и при обсуждениях обмена всех на всех не учитывает. На связи со студией «Настоящего времени» выходит Сергей Иванча, начальник штаба офицерского корпуса. Волонтерская организация, которая как раз занимается освобождением и обменом пленных. Мы прямо сейчас пробуем связаться с ним. Он сейчас в Киеве. Наверное, вижу я проблемы со связи. Ну, видимо, как только... А вот прямо сейчас мы с Сергеем Иванчой, который, кстати, вместе с Владимиром Рубаном провел не один обмен на Востоке Украины. Мы связаться все же сможем. Сам я несколько обменов лично наблюдал. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Сергей, вот что мы видим. Сейчас можно ли, на ваш взгляд, сказать, что спецслужбы России и Украины приступили к практике прямых обменов, и то же самое делают военные на Востоке Украины, ввиду отсутствия обменов централизованных, которые обещал Минский процесс? Ну, Тимур, я думаю, что такие прямые обмены, они в первую очередь, скорее всего, были в самом начале конфликта. Это в 2014 году. Сейчас я думаю, что это наоборот количество таких обменов, оно практически подошло к нулю. Это мое субъективное мнение. То есть вы считаете, что, например, на фронте, там, где происходит линия соприкосновения, что происходит в случае, если в плен попадают военнослужащие Украины на территорию сепаратистов, или, например, российские военные или, собственно, сепаратисты из Донецка попадают к украинской армии в плен? Что с ними происходит физически? На сегодняшний день в случае попадания со стороны так называемых ДНР и ЛНР бойцов в плен к украинским вооруженным силам В первую очередь отработана процедура, когда этих людей передают в службу безопасности Украины, в том разведке, и дальше уже они с ними работают, и по законодательству Украины, соответственно, дальше их там задерживают, проводят следственные... Сергей, а можно говорить хотя бы примерно о количестве пленных сейчас там и там? Потому что официальные цифры, что в Донецке, например, находится 47 пленных, но при этом Украина считает, что 110 человек. Сколько на самом деле? Я не уверен, что вообще кто-то знает. То же самое вот про Украину, например. Вы понимаете, сколько сейчас военнопленных? На самом деле, действительно, цифры очень разнятся. С одной стороны. С другой стороны, военные действия продолжаются, и вполне возможно, что кто-то продолжает попадать в плен. То есть, ну, наше мнение это то, что сейчас украинских граждан на той стороне порядка 50 человек пленных. Ну, возможно, я допускаю, что у службы безопасности Украины на сегодняшний день более корректная информация, возможно, она... Вот, кстати, про службу безопасности Украины. Вы можете себе предположить, что служба безопасности Украины напирает сейчас обменный фонд для того, чтобы выручать тех украинцев, которые находятся на территории России, и которые по Минским соглашениям обмениваться не должны? Мне тяжело судить о том, насколько это делается специально. Вы имеете в виду по поводу статей за сепаратизм? Да, да, за сепаратизм, за все что угодно. Вот даже, например, за дезертирство, как вот с этой историей, задержанными военными российскими, бывшими военными украинскими в Крыму. Ну, я бы здесь разделил, потому что, на самом деле, дезертирство, да, мне как офицеру, предателей не любят нигде. Поэтому я считаю, что здесь, если можно так сказать, все по-честному. Что касается гражданских лиц, которых очень много, переселенцев, и, возможно, на украинской территории кто-то действительно работает на ту сторону, мне тяжело судить, насколько это надумано, да. То есть, в любом случае, здесь, в Украине, все происходит по законам Украины, по Уголовному кодексу Украины, да. То есть, суд и так далее, изменения, меры пресечения. Окей. Да, я вашу точку зрения понял, что все происходит по законам Украины, на территории Украины. Сергей Иванович, начальник штаба офицерского корпуса. Спасибо. Тем временем, российский военнослужащий, уволенный из армии, заявил, что поплатился за то, что отказался ехать воевать в Донбасс. Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Владимир Марчуков написал заявление в президентский совет по правам человека. В нем он рассказал, что в январе 2015 года в разгар боев на востоке Украины за Дебальцево, его из российской части перевели на полигон в поселок Спутник Мурманской области. Там некий подполковник Рустам Санжапов якобы пригрозил подчиненным увольнением при отказе ехать воевать на Украину. Об этом так сегодня пишет издание РБК. Издание поговорило с самим Марчуковым. Он также объяснил, что военное начальство объясняло необходимость отправки в Украину необходимостью защищать родину на дальних подступах. Правозащитник Сергей Кривенко подтвердил в настоящем времени получение такого заявления и пояснил, что сержант Марчуков жаловался и раньше, и он такой не один. Мы сделали от имени Совета по правам человека запрос в Министерство обороны, после чего поступил ответ, и Министерство обороны не подтвердило эту информацию. Говорят о том, что никаких военнослужащих российских на территории Украины нет. Скорее всего, это позволило и привело к тому, что подразделения, в котором служил Марчуков, отозвали их с полигона, и уже речь об отправке не стояла. Поступило новое заявление, в котором он пишет, что командование придирается к нему. Вышел приказ с увольнением, который он считает неправовым и незаконным, и обратился с просьбой о помощи. Если поступали обращения от других военнослужащих, так или иначе, командование старается избавляться от строптивых. Министерство обороны России при этом настаивает, что старший сержант Владимир Марчуков уволен в запас и в связи с нарушениями контракта, но пользуется всеми положенными льготами и получает социальные выплаты, положенные военнослужащим. Фигурант дела о захвате заложников в театральном центре на Дубровке частично признал свою вину. Слушание дела Хасана Закаева началось в московском окружном военном суде. Закаев сам не принимал участия в захвате заложников по версии прокуратуры. Оглашенный сегодня в суде, Закаев входил в банду Шамиля Басаева, главного организатора теракта на Дубровке. Сам Закаев сегодня признал свою вину только в незаконном хранении оружия. С подробностями собственный корреспондент настоящего времени в Москве Анна Зелькина. По версии следствия, Хасан Закаев доставил детонаторы, боеприпасы и взрывные устройства, которые использовали террористы в октябре 2002 года. Защита потерпевших считает, что Закаев не является основной фигурой в этом деле. Наша задача потерпевшей стороны выяснения новых и новых подробностей этого преступления. Мы считаем, что уголовное дело в полной мере не расследовано. Это было предметом нашей жалобы в Европейский суд по правам человека. Европейский суд признал нарушение права на жизнь со стороны государства. В частности, в том смысле, что государство не расследовало надлежащим образом это преступление. 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники 212 участников и зрителей мюзикла «Нордос» с требованием вывести российские войска из Чечни. Через трое суток произошел штурм театрального центра с применением неизвестного химического средства, которое для многих оказалось смертельным. Террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Анастасия и Оксана, в то время ученицы 11 класса, на мюзикл пошли вместе. Спустя 14 лет у молодых женщин серьезные проблемы с почками и пищеварительной системой. Мы действительно обращались и пытались, чтобы нам помогли, но никто ничего. То есть мы никому, по сути, не нужны. До сих пор, сейчас, получается, вообще никто не вспоминает об этой трагедии. Приходя к врачу, говоришь о том, что мне нужно УЗИ почек. Мне говорят, а вы что? Я говорю, ну у меня после нордоса были осложнения, мне говорят, ну и что, что нордос. А какой у вас диагноз? Жертва нордоса. Разве это диагноз? И все. Да. То есть, как-то так у нас все. Ну и до сих пор, нам же до сих пор не говорят, что это за вас. Тогда, во время спецоперации, по официальным данным, погибли 130 заложников, многие из которых скончались уже в московских больницах от последствий отравления. В результате применения приштуривания спецсредства Дмитрий потерял во время теракта 14-летнюю дочь. Согласно медицинским экспертизам, медицинской помощи ей не оказывалось, а в материале дела короткая строчка. В 13 часов от суда, к автобусу номер Р-980 ТО, 12 маршрута, подошли следователи прокуратуры и ФСБ. Из салона был извлечен труп номер 11, в кавычках, автобус и положен лицом вверх для осмотра. Это все, что есть в экспертизе. Никаких хронических заболеваний не обнаружено. Причина смерти жертвы террористов. Родные заложников провели собственное расследование. Его результаты они изложили в докладе о событиях на Дубровке. В 2012 году ЕСПЧ на основе их жалобы обязал российские власти выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 миллион 300 тысяч евро и рекомендовал провести объективное расследование причин гибели заложников. Пуск спецсредства, которое привело к гибели людей, оно не могло произойти без ведома и без визы Владимира Владимировича Путина. Естественно, мы не снимаем вину из оперативного штаба, с Прончего, Патрушева и выполнявшего приказ Тихонова. Но главный вопрос здесь к Владимиру Владимировичу Путину. Вопрос в том, сумела ли Россия пролезть в лазейку Женевской конвенции по запрещению химического оружия. Дмитрий уверен, следствие постоянно пытается скрыть истинную причину смерти заложников. За минувшие 14 лет распускались следственные группы, следственные действия приостанавливались, потерпевшие не допускались к материалам дела. На следующем заседании, 24 ноября, Хасан Закаев будет давать свои показания. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко. Для телеканала Настоящее время. В Гааге сегодня день Майдана. Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, встретился с прокурорами Международного уголовного суда. Делегация из Киева, но это практически все высшее руководство Генпрокуратуры, пытался уговорить прокурора в суда в Гааге подключиться к расследованию деятельности Виктора Януковича и его ближайшего окрушения, также аннексии Крыма и преступлений на Майдане. Обо всем подробнее. Корреспондент Украинской службы радио свободы Григорий Жигалов. Он только что вернулся в Брюссель из Гааги. Добрый вечер. Добрый вечер. Григорий, какая помощь потребовалась Юрию Луценко? Да, ну, на самом деле, день Майдана, это немножко громко сказано. Сегодня в Гааге проходила ассамблея стран-участниц Международного уголовного суда, и на круглом столе поднимались вопросы многих стран, где нарушаются права человека. И вот украинская делегация настаивает на том, что права человека сейчас нарушаются в аннексированном Крыму, в первую очередь идет о крымских татарах речь, и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где людей убивают, пытают, лишают свободы, где действуют российские военные. Вот такая риторика украинской делегации. Ну и речь о Майдане, да, тоже шла в контексте расследования преступлений предыдущей власти. Слово, украинская генеральная прокуратура подчеркивает, что все эти три события, разгоны, расстрелы, акции протеста в центре Киева, аннексия Крыма, военная агрессия на востоке страны, это все звенья одной цепи, практически одной истории, к которой причастны бывший президент Янукович и его окружение, а также высокопоставленные руководители России. Украине важно рассматривать, чтобы эти три эпизода рассматривались в одном контексте, поскольку, чтобы Гаагский суд принял дело к рассмотрению, Украине необходимо привести доказательства, что нарушения происходили в масштабах всей страны, а не только в Киеве. Собственно, во время своей встречи с прокурором Международного уголовного суда, накануне этой встречи была Лукценко, по его словам, передал руководству суда необходимые доказательства, и, по его же словам, в Гааге признали доказательства военных преступлений России и предыдущей украинской власти серьезными. Впрочем, когда суд может принять дело к рассмотрению, в Генеральной прокуратуре сказать пока не готово. Вот что сказал Юрий Лукценко, Генеральный прокурор Украины. К сожалению, здесь я могу только просить Международный криминальный суд прислушаться к решению Верховной Рады о готовности передать юрисдикции в Гаагу вопрос Майдана и вопрос российской военной агрессии. Как быстро это будет сделано, я думаю, это будет зависеть от многих обстоятельств, в первую очередь от результативности работы украинских правоохранительных органов. Генеральный прокурор Украины подчеркнул также, что обращение в Международный уголовный суд никоим образом не означает, что свои расследования может проводить Украина спустя рукава. От того, насколько тщательно будут работать именно украинские следователи, во многом будет зависеть успех возможного процесса. Ну вот с тем, как украинская прокуратура расследует дело Майдана, здесь претензии есть у родственников тех участников, которые погибли на Майдане, и у тех, кто получил там ранения. А важность того, чтобы дело ПИС на Майдане, дело преступлений на Майдане рассматривал именно международный уголовный суд, говорят адвокаты, потерпевших. Вот как они так объясняют. Необходимо использовать инструменты Международного уголовного суда, потому что Украине собственными ресурсами вряд ли удастся реально привлечь Януковича и его сподвижников к уголовной ответственности, так как они находятся вне Украины. Несмотря на то, что Россия не ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, ордер на задержание, выданный прокурором суда, имеет гораздо большую возможность быть реализованным. Генеральная прокуратура при каденции Юрия Витальевича Луценко не передала ГАГИ никаких материалов, которые позволили бы прокурорам Международного суда начать полноценное расследование. На этой стадии, она называется предварительное изучение ситуации, активность самого государства, которое подало заявку в Международный суд, должна быть на наивысшем уровне. Но мы этой активности не видим. Кстати, хотел спросить, Григорий, вот теперь уже, чтобы понять, в итоге прокурор Международного уголовного суда порекомендовали что-то Юрию Луценко? Лучше справляться со своими обязанностями? Или, может быть, даже предложили ему что-то, какую-то свою помощь конкретную? Ну, я не могу об этом ничего сейчас сказать, потому что с прокурором Международного уголовного суда пообщаться нам не удалось. И никаких заявлений по этому поводу, собственно говоря, и не было. На самом деле, много говорил именно Юрий Луценко сегодня, и говорил в том числе и о Майдане, и о преступлениях предыдущей власти в Украине. Еще один очень интересный момент. Я спросил украинского генерального прокурора, а кто из высокопоставленных российских чиновников или политиков может оказаться на скамье подсудимых, если вот этому процессу будет дан зеленый свет? И если среди этих людей российский президент, по словам Луценко, по состоянию на данный момент, самый высокопоставленный россиянин в списке, который украинская страна готова назвать подозреваемыми, это министр обороны и его подчиненные генералы. Спасибо. Да, от того, насколько это все окажется в Международном уголовном суде, это все будет зависеть только от сейчас украинской стороны. Спасибо. Спасибо, Григорий Жигалов из Брюсселя. Сегодня побывал в ГАГе, рассказал нам, о чем поговорил Луценко с прокурором Международного уголовного суда. Но вернем к событиям на Майдане. 9,5 тысяч свидетелей и только один осужденный. Пока такой процессуальный итог многомесячного расследования событий на Майдане. Органы следствия пытаются установить виновных в гибели 91 человека. Пострадавшими проходят почти 2 тысячи участников акции в центре Киева и 900 сотрудников силовых ведомств. Наши коллеги с громадского телевидения пристально следят за ходом самого масштабного расследования в истории Украины. Анастасия Станко про расследование дел о Майдане. Если говорить, например, о самом тяжелом, не о самом резонансном, это 20 февраля 2014 года, где уже сейчас это в судебном разбирательстве и разбирается, что действительно это спецподразделение Беркут Киевский расстреливал людей, 48 людей были убиты тогда на улице Институтской, то это дело движется. Движется настолько хорошо, что вот полтора года оно в суде рассматривается и уже даже установлены, с каких автоматов, с каких людей, какого именно беркутовца была выпущена пуля и в какое оно тело попало. То есть это уже будет не об общем каком-то заключении, а об индивидуальном. То есть понятно будет, что именно этот человек убил именно этого человека. Это дело движется хорошо, хотя там очень много свидетелей, очень много потерпевших и понятно, что минимум два года еще оно будет в суде рассматриваться. Если говорить о деле 18 февраля, где также есть убитые люди, оно расследуется хуже, там очень много свидетелей, больше, если в деле 20 февраля где-то 600 свидетелей, которые будут допрошены в суде, еще не допрашивались, то в этом деле еще больше. И там больше белых пятен. Если говорить об убийстве Жизневского и Нигояна, то подозреваемых вообще нет. Если говорить об убийстве милиционеров, то подозреваемых тоже нет на этот момент. Если говорить о деле Януковича и других экс-первых чиновников государства, то также практически ничего нет, потому что они в бегах и ничего нельзя узнать. И тяжело еще то, что, например, нижний состав, тот же Беркут, та же милиция не говорят вообще ничего. То есть никаких сведений они не дают, не говорят вообще ничего. Следователям в суде молчат, просто молчат все эти годы. И я не сказала бы, что что-то затягивается. Я бы сказала, что есть система, система МВД, которая даже с министром Аваковым, который был комендантом Майдана когда-то, ну, можно сказать, не позволяет расследовать нормально. Потому что я думаю, что если бы министр дал указания, что люди должны говорить, его подчиненные, многие из них работают дальше в милиции, то они бы говорили, ну, теперь уже в полиции, да? Но такой установки, очевидно, нет. Не все зависит только от прокуратуры, только от управления, которое расследует дела Майдана, но также и от МВД, также и от службы безопасности. И это нельзя говорить вот так обобщенно, да? Но мне кажется, что дело все же не затягивается, мы должны подождать. Это действительно, такого дела в Украине еще не было, таких еще не было расстрелов массовых, и нельзя вот захотеть, чтобы свидетели, потерпевшие, дали в суде показания там за 10 дней. Мы видели, как другие дела в Гагаге разбирались. Это тоже очень долгий период. Я не думаю, что это так начнется быстро в Гагаге, да? Нам нужно делать здесь свою работу, передавать туда. Когда там начнется, это тоже процесс, и это будет долгий процесс. Я думаю, что мы все должны набраться терпения и подумать о том, что нам нужна справедливость, нам нужно установить каждую деталь, что случилось, а не нужны просто приговоры. А тем временем обработка деклараций чиновников и депутатов в Украине идет не так быстро, как ожидалось. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявляют, что им не хватает денег и не хватает людей, а десятки тысяч документов приходится проверять вручную. Алина Репина рассказывает. Украинские чиновники и депутаты закончили декларировать имущество и доходы 31 октября. Однако обработка электронных документов продолжается до сих пор. Проверять достоверность указанной в декларации информации по закону должно Национальное агентство по предотвращению коррупции. Его работы в Киеве многие недовольны, в том числе и представители международных организаций, говорит глава местного офиса Transparency International Ярослав Юрчишин. У нас много вопросов к руководству НАПК. Вместо того, чтобы устанавливать чёткие сроки и объяснять, что они могут сделать, а что нет, они часто говорят ни о чём и уверяют, что не могут работать, потому что им не хватает компьютеров. Глава НАПК Наталья Корчек признаёт, что то, как идёт обработка документов, похоже на маленькую птичку, которая бьётся в оконное стекло. Принимая во внимание тот факт, что НАПК находится под пристальным вниманием гражданского общества и переживает непростые времена, я хочу сказать, мы не заинтересованы в затягивании процесса. Проверка декларации не может занять месяц, нужно больше времени, но, поверьте, речь идёт не о годах. По её словам, декларации приходится обрабатывать вручную, а их подано около 100 тысяч. В ведомстве всего 36 сотрудников. Чтобы удостовериться в подлинности, указанной в документах информации, им нужно сверяться с множеством реестров, которые не сведены в единую электронную базу. Коллеги Корчик по борьбе с коррупцией из профильного комитета Верховной Раде с критикой в адрес НАПК согласны, но с оговорками. Я недоволен тем, что правительство выделяет недостаточно денег НАПК. Я недоволен, что НАПК не может сказать правду о том, какими ресурсами располагает и чего им не хватает. Они не могут быть независимыми. Но при этом я не говорю, что всё плохо. Нет. Надо просто пройти этот этап, и система заработает. Президент Порошенко инициировал закон об электронных декларациях под давлением международных кредиторов Украины. В рамках четырёхлетней программы, принятой МВФ в 2015 году, Киеву будет выделено в общей сложности больше 17 миллиардов долларов. В электронных декларациях чиновники и депутаты указывали многочисленные земельные участки, дорогие машины, солидные суммы наличности и даже личную церковь. На политзаключённого Эльдара Дадина наложено взыскание за драку с сокамерником. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Карельского регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виталий Фифелов. Взыскание наложено и на сокамерника, но о каких видах наказания идёт речь, не сообщается. Сегодня же уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что из тюремного ведомства ей направили запрошенные аудио- и видеоматериалы под делу Дадина. Прошло три недели с тех пор, как издание «Медуза» опубликовало открытое письмо Дадина о пытках и издевательствах в исправительной колонии номер 7. С тех пор в колонии побывали адвокаты, правозащитники из президентского совета по правам человека, сама омбудсмен Татьяна Москалькова. Псин пообещал в течение 10 дней провести проверку и ничего, кроме нового взыскания Дадину за драку с сокамерником. Жена Эльдара Дадина сегодня написала в своем фейсбуке, что у Эльдара побывал адвокат Наталья Василькова, он сидит один в отдельной камере. Родственницы заключенных из ИК-7 в Сигеже отправили письмо президенту Путину с просьбой взять под свой контроль ход расследования и сообщений о пытках. Ну а после письма Дадина таких сообщений было довольно много, в том числе и в эфире настоящего времени, как и сообщений, что в колонии ничего не меняется. Избранный президент США Дональд Трамп подробно рассказал о своих планах на первые 100 дней после инаугурации. Уже понятно, что предвыборные обещания кандидата от республиканцев посадить Хилари Клинтона или построить стену на границе с Мексикой реализованы не будут. При этом в Твиттере Трамп написал, что он сейчас формирует команду, которая будет управлять страной ближайшие 8 лет. С подробностями из Вашингтона обозреватель Настоящего Времени Америка Андрей Деркач. 100 дней понятия исторической, относящиеся к европейской истории, связанное с именем Наполеона. Теперь у Америки есть свои 100 дней. Именно за этот срок Дональд Трамп хочет сделать Америку снова великой. Вчера избранный президент в своем YouTube-обращении в очередной раз поделился своими наполеоновскими планами. В свой первый рабочий день Трамп намерен выйти из транстихоокеанского партнерства, о котором высказывался еще во время предвыборной кампании, называв его «насилием над Америкой». Что еще в списке дел Трампа? Отмена ограничений на производство электроэнергии, контроль процесса выдачи виз иностранцам, защита от кибератак и введение ограничений на занимание государственных должностей. Кстати, никаких заявлений относительно эмиграции, стены на границе с Мексикой и беженцев с Ближнего Востока не прозвучало. Своеобразным знаком для СМИ стало то, что Трамп разместил послание именно на YouTube. Вчера у избранного президента и представителей ведущих телеканалов страны состоялась встреча, напоминавшая, по словам очевидцев, скорее «разбор полетов», чем разговор по душам. Встреча носила закрытый характер, тем не менее, со ссылкой на анонимные источники многие СМИ рассказали о тональности разговора. Вот цитата из издания «Нью-Йорк-Пос». «Встреча была катастрофой». Главы телеканалов и ведущие пришли в надежде обсудить доступ к информации из администрации, но вместо этого получили головомойку в стиле Трампа. Таким образом, отношение Трампа и прессы по-прежнему остается своеобразным. Лишний раз это нашло подтверждение после сообщения Трампа в Твиттере относительно запланированного интервью с «Нью-Йорк Таймс». «Я отменил сегодняшнюю встречу с «Нью-Йорк Таймс», потому что они в последний момент изменили условия ее проведения». По заявлению представителей «Нью-Йорк Таймс», ни о каких изменениях они не сообщали Трампу. Вообще, избранный президент был в последние сутки очень активен в Твиттере своей излюбленной социальной сети. Чуть ли не каждое его сообщение тянет на сенсацию. Так он заявил, что хотел бы видеть Найджела Фараджа, неоднозначного британского политика, в качестве посла Великобритании в США. Британская сторона уже дала ответ, в котором высказала удовлетворение нынешним послом. Кроме того, Трамп анонсировал очередной раунд переговоров с кандидатами на ключевые посты в правительстве, написав «Прекрасные встречи сегодня состоятся в Трамп Тауэр, касающейся формирования команды, которая будет управлять страной следующие 8 лет». Таким образом, Трамп дает понять, что в Белом доме он всерьез и надолго, заранее записав себе победу в следующих президентских выборах, которые состоятся через 4 года. Российское министерство обороны объяснило появление российских эскандеров и комплекса С-400 в Калининграде, самом западном регионе страны. В Российской Федерации обеспечение безопасности государства является прерогативой только руководства нашей страны. Поэтому все претензии и пожелания о том, где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе. Настоящую угрозу безопасности сегодня представляет не Россия, а насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко не европейского происхождения. У представителей российского военного ведомства таким образом отреагировал на слова официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби о российских ракетах в Калининграде. Мы понимаем, что у России есть право проводить учения своих ядерных сил на собственной территории. Однако размещение ракет Искандер и С-400 в Калининграде дестабилизирует безопасность Европы. Накануне стало известно, что группировка войск в Калининградской области усилена еще и дивизионом ракетного берегового комплекса «Бастион». Ну а в российской прессе сообщалось, что теперь-то российские ракеты накрывают и выходы из залива в Дании, и любые наземные цели в Польше. Размещение нового вооружения станет предметом обсуждения министров обороны стран НАТО в Брюсселе, заявили сегодня в этой организации. Генсек НАТО, Генсек НАТО, Йонсен Столтберг, извините, отмечает, что Искандеры могут нести ядерную боевую часть. Министерство обороны России в ответ напомнили о строительстве в Польше и Румынии элементов американской системы стратегической противоракетной обороны. Ну добавлю, что по оценке экспертов, залп дивизионов Искандеров способен уничтожить целиком позиционный район системы ПРО, такой, например, как строится в Польше. Российский шахматист Сергей Корякин стал фаворитом в матче за титул чемпиона мира. Первые семь партий матча закончились ничью, а вот восьмую, которая состоялась этой ночью в Нью-Йорке, Корякин выиграл у своего соперника, действующего чемпиона мира Магнуса Карлсона. Почему за борьбой сильнейших шахматистов планеты так пристально следят в России, выясняет Катерина Кочкина. Норвежский шахматист не дождался пресс-конференции после проигранной партии. За это он заплатит штраф – 10% от выигрыша. Призовой фонд чемпионата – миллион евро. Победители, проигравшие, поделят его между собой в пропорции 60 на 40. Самый дешевый дневной билет на игру стоит 75 долларов. Несмотря на высокую цену, на каждую партию приходит несколько сотен человек. Карлсон и Корякин играют в звуконепроницаемом стеклянном аквариуме, а зрители вокруг следят за матчем, стоят в очереди в баре или разыгрывают свои собственные партии. Организаторы решили сделать матч зрелищным и для интернет-аудитории. На сайте турнира за 15 долларов можно купить виртуальный билет и следить за чемпионатом сразу с нескольких камер или даже при помощи очков виртуальной реальности. Спасибо всем, что пришли сегодня. Надеюсь, следующие несколько недель станут отличным представлением. А если нет, ну извините. Посмотреть на игру приходят знаменитости. Первый почетный ход матча сделал актер Вуди Харрисон. А журналисты заметили возле бара Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Он приехал в Нью-Йорк в качестве председателя попечительского совета Российской шахматной федерации. Не хватало только Кирсана Илюмжинова. Год назад Минфин США включил президента Международной шахматной федерации в санкционные списки. Его обвиняют в поддержке сирийского правительства и помощи в покупке нефти у так называемого «Исламского государства». Илюмжинову даже не дали сесть в самолет до Нью-Йорка. Я прошел паспортный контроль в Шереметьево, а потом сотрудник авиакомпании мне сказал, «Господин Илюмжинов, мы возвращаем вам билет, и вы можете полностью получить деньги за возврат. Нам позвонили и порекомендовали не пускать вас на территорию США». Россиянин впервые участвует в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам с 2007 года. Тогда Владимир Крамник потерял звание чемпиона на матче в Мехико. Гражданином России Сергей Карякин стал сравнительно недавно. В 2009 году шахматист из Симферополя, начинавший тренировки в Краматорском клубе, получил российский паспорт и стал членом сборной страны. После аннексии Крыма России выступил в поддержку властей. Сергею Карякину всего 26, его сопернику Магнусу Карлсону 25. Действующего чемпиона мира журнал «Тайм» включил в список самых влиятельных людей планеты. А накануне турнира вышел документальный фильм «Магнус», посвященный его карьере. За матчем самых молодых в истории гроссмейстеров пристально следят СМИ, как зарубежные, так и российские. Последние радуются первому проигрышу Карлсона. В Советском Союзе интерес был шахматом огромный, особенно после того, как в 1972 году состоялся дневный матч «Спанский фишер», противостояние СССР с США, потом Карпов играл в матче с Корчным, Корчным вообще, не перебежь, с Союза. То есть, все это было с изрядной политической подоплекой. Интерес был огромный. И вот, наконец, появился россиянин, какого просто не было уже давно. А он шел к матче под девизом, придумал «Вернем шахматную корону в России». Это просто, понятно, встречает настроение, современное тип общества. Пока в гонке за короной Карякин лидирует. После победы в восьмом раунде у него 4,5 очка. На одно больше, чем у Карлсона. Всего раундов 12, но матч может завершиться досрочно, когда кто-то из соперников наберет 6,5 очков. Катерина Кочкина для программы «Час Тимура Олевского». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о раскрытии резонансного преступления. Полицейские предотвратили продажу ребенка на органы, сообщил Аваков. Учитель из Харькова хотел выручить за свою воспитанницу 10 тысяч долларов. Подробнее об этом расскажет Ольга Калиниченко. Преподаватель специализированной школы-интерната «Дива-Свит» была задержана при передаче ребенка клиенту. Женщина привела в указанный срок девочку-подростка к машине покупателей и, получив деньги, собралась уходить. Тут ее и задержали. Покупателями ребенка оказались подставные сотрудники полиции, которые 4 месяца назад получили информацию о том, что женщина ищет покупателей. Девочка из многодетной семьи, можно сказать, не совсем благополучной. Родители злоупотребляли спиртными напитками, в связи с чем большую часть времени несовершеннолетняя проводила в специнтернате. Злоумышленница со следствием не сотрудничает, показаний не дает. Дирекция интерната никаких комментариев пока также не дает. Преподаватели говорят, что не могут поверить в виновность своей коллеги. Женщина много лет преподавала в этом интернате, учила детей языку и литературе. Она работает очень давно, нареканий на ее работу у нас никогда не было. Все просто, ну как отреагируют, в шоке. В полиции рассказывают, покупателей женщина искала через личные связи, пыталась найти клиента в криминальном мире. Ей вообще было все равно, куда этого ребенка заберут. На органы, в рабство, в попрошайничество. В любое использование ей было все равно. Она не интересовалась, куда заберут этого ребенка. Или это будет просто усыновление, или ей клиенты не называли, куда заберут. Ей, когда намекнули, а вы не боитесь, она сказала, мне все равно. То есть в этих переговорах, когда договаривались, вопрос, на что этот ребенок куда-то нужен, не поднимался. Прокуратура уже подготовила ходатайство в суд с требованием избрать меру пресечения для преподавателя в виде содержания под стражей без права внесения залога. Если вина учительницы будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Юлия Дрозд, Ольга Калиниченко, Евгений Климентьев. Настоящее время. Каждый день как испытание. Сегодня в Украине по официальным данным около 3 миллионов инвалидов. Реальная цифра куда больше. В связи с войной на востоке страны количество людей с ограниченными возможностями постоянно увеличивается. Чиновники продолжают делать вид, что таких людей не существует. Так, по крайней мере, многие из них сами думают. Как живут украинцы с ограниченными возможностями в сюжете Ульяны Кондрашовой? Ну а вот этот, конечно, страшен. Нет, давай, папа, не надо. Я тебе говорю, не надо. Серьезно, не надо. Я боюсь таки. Киевлянке Екатерине Смирновой 28. Она родилась здоровой и крепкой девочкой, которую к инвалидному креслу приковала некачественная вакцина. Но она не отчаивается. Екатерина работает переводчиком и журналистом, помогает другим инвалидам как волонтер. Старается пользоваться всеми благами цивилизации, хотя очень часто они для нее недоступны. А теперь, да, теперь к банкомату. Чудеса инженерной мысли. Необходимо, наверное, сюда залезть на эту маленькую псевдоступенечку и попытаться достать до, в общем, банкомата. Большинство магазинов, аптек, банков, переходов, парков, исторических мест, некоторых улиц и даже целых районов для этой хрупкой девушки попросту закрыты. Ну вот, собственно, мы лицезреем пантус, точнее, пантус-вод. И вот у нас есть специальное место, абсолютно уже проржавевшее ввиду неиспользования, платформа, которую мы можем использовать для того, чтобы спокойно опуститься. Мы не видим ни кнопок, ни человека, который якобы должен обслуживать данное приспособление. Екатерина признается, выйти из дому и куда-то добраться без сторонней помощи ей не под силу. Жизнь девушки могла бы упростить электроколяска, но для семьи Екатерины сумма неподъемная, а государство помогает минимально. Платит 60 долларов на месяц. Безумно смешит всегда эта сумма, если бы человек, допустим, не работал. Плохо себе представляю, как можно, честно говоря, на 1600 гривен, в принципе, в наши дни просуществовать, при этом как-то еще, ну, я не знаю, просто функционировать. Полноправными украинцами не чувствуют себя и паралимпийцы. Даже после третьего места в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Рио в этом году. Завоеванные 117 медалей – результат полученный не благодаря государству, а вопреки ему. Эти тренажеры, как я пришел, их не обновляли, они 15 лет точно, ну, я думаю, намного больше. Ну, это и по татаме, я тоже, как мне помнится, не менялось уже много лет. За границей, смотря на те тренажерные залы, конечно, ну, там очень много современного, то, что там, как бы, делают, там достаточно интересно, даже, как бы, просто попробовать этот тренажер, типа, как, ну, для чего он. Иногда даже, типа, не знаю, зачем он. К серебряной медали на Паралимпиаде Дмитрий шел 6 лет. Занимался по 10 раз в неделю. Достижения Дмитрия, как и других паралимпийцев, украинские чиновники оценили. 80 спортсменов получили денежные вознаграждения. Правда, суммы в несколько раз меньше тех, что выплатили олимпийцам. В среднем в три раза меньше получают паралимпийцы, чем олимпийцы. Три раза за каждую из медалей. Такая же ситуация по тренерам. Чуть похуже обстоит ситуация с решением социально-бытовых проблем. В частности, у нас есть паралимпийцы, которые все-таки имеют очень, я бы сказал, грустные условия проживания. Отсутствие квартиры, проживания в общежитии. Даже есть ситуация, когда в интернатах, учреждениях живут некоторые наши спортсмены с инвалидностью. Помочь жильем паралимпийцам местные власти пока только обещают. Тем временем в Министерстве молодежи и спорта уже придумали, как побороть социальную несправедливость и платить всем спортсменам одинаковые вознаграждения. Было принято соответствующее постановление для поэтапного увеличения вознаграждений. Следующий этап будет в 2017 году. В 2018 году наши паралимпийцы и олимпийцы будут получать одинаковые награды. Это поддерживается общество. Это борьба с дискриминацией по отношению к спортсменам с инвалидностью. А вот добиться конкретики от киевских чиновников по поводу адаптации города к потребностям инвалидов нам не удалось. Мы несколько недель ждали комментарии в разных департаментах городской администрации. В результате получили формальный и далекий от реальности ответ. Столичный транспорт к потребностям инвалидов адаптирован. О, пришел! И мы хотим поехать, люди! Ульяна Кондрашова, Николай Квас, Настоящее время, Киев. В Сибири под Иркутском жители двух сел остались без дороги. Мост между ними рухнул еще летом, но взамен власти пока ничего не построили. Теперь людям приходится ходить друг к другу по обломкам переправы. Екатерина Пономарева узнавала, как это делается, и собираются ли чиновники построить мост между двумя селами. Ко мне на Куду надо, ни автобуса, ничего нету. И чем я должна добираться? Вот с Баркова добираюсь. По мере необходимости надо платить за свет, допустим. Там на Барки в магазин, в больницу. Вот и добираемся, как попало. В соседнем Хомутово больнице, магазин и администрация. Оттуда же в Куду ходят молиться и учиться. В деревне, школе и церковь. Потому что... А в других вариантах нету больше. Там, получается, там дом и школа. А мне, я там учусь, и мне будет дольше времени как бы ехать, если вокруг. Одной запор переправы смыло после сильных ливней еще летом. На починку моста денег в бюджете не оказалось. Полиция повесила запрещающие проходы, проезд, знаки и все. Обойти и объехать переправу можно вокруг, но это лишних 20 километров. Транспорт есть не у всех. Навигатор объездную дорогу не всегда видит. Так что водители, рискуя, накатали по льду здешней речки зимник. Ну а почему нет? Вы не боитесь? А что бояться-то? Прыгать надо. Бойся, не бойся, прыгать надо. Пока река еще толком не замерзла, под лед так провалилась машина. А следом и трактор, который приехал ее доставать. Местные жители к сломанному мосту, кажется, уже привыкли. Хотя на днях здесь начали строить его дублер из дерева. В региональном дорожном управлении, говорят, материал, конечно, так себе. Да и время года для работ не очень подходит. Но уж как бюджетные деньги пришли. Здесь мы получим мост, но понятно, что он будет временный. Все-таки ряжемый опор для сегодняшнего, тем более Иркутский район, все-таки не те маленькие стандарты, которые бы хотелось видеть. Что люди своей жизнью, которые месяц рискуют, переходя реку по рухнувшему мосту, это, конечно, печально. Но что поделать? Людей же мы не остановим никак, это бесполезно. Каждому в голову не залезешь. Хотелось бы, чтобы местные администрации и правоархитетные органы все-таки принимали здесь участие наряду с нами. Не просто знаками, что мы огорали, все-таки разъяснительную работу проводили и все остальное, чтобы не было такого, не дай бог, что-нибудь случится. Потом обещают между селами снова построить бетонный мост, если в бюджете на будущий год деньги найдутся. А пока обещают сдать деревянный мост к Новому году. Во что местные верят слабо и надеются, что работу закончат хотя бы к весне, когда накатанный зимний для машин начнет таять и куду отрежет от большой земли. Екатерина Подмарева для Настоящего Времени. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил сегодня обновленный состав правительства. Изменения коснулись ряда ведомств, однако в целом состав в кабинете министров остается прежним. Предложенных премьером кандидатов теперь должен утвердить новоизбранный парламент, который приступил к работе всего несколько дней назад. Но, к слову, среди новых лиц в будущем правительстве можно будет увидеть и бывших оппозиционеров, оппонентам власти. Звядочи Георгий Квирикашвили с подробностями. Почти смотрины. Целых 10 минут выстроившиеся в шеренгу будущие члены правительства и восседавшие в зале журналисты молча глядели друг на друга. Кто-то не скрывал улыбок, кто-то нервничал. Виной тому опоздавший на представление собственного кабмина премьер-министр Георгий Квирикашвили. Его появление в зале нарушило неловкую паузу. Моя задача и обязанность, как главы будущего правительства, сохранить и укрепить в Грузии демократический строй, безопасность и обеспечить быстрое экономическое развитие. Мы разработали план реформ из четырех пунктов. Я представлю этот состав правительства на утверждение парламенту именно для того, чтобы эти реформы были осуществлены быстро и эффективно. Четыре пункта реформ – это содействие предпринимательству, внедрение эффективного госуправления, региональное развитие и реформа образования. Правда, работать над осуществлением нового плана будет, по сути, старая команда. Изменения коснулись всего четырех ведомств – экономического, финансового, а также Министерства регионального развития и Министерства по вопросам интеграции в евроатлантические структуры. Эту должность, кстати, займет бывший член оппозиционной партии «Свободные демократы» Виктор Долидзе. Еще полтора месяца назад на парламентских выборах он был среди оппонентов правящей грузинской мечты. Чем обусловлены его переход в другой лагерь, Долидзе не объяснил. Будущие четыре года очень важны. Я сделаю все, чтобы сотрудничество с нашими западными партнерами было максимально плодотворным. Мы сможем добиться наших стратегических целей. Планирую кадровые перестановки, но об этом позже. Что касается обесценивания национальной валюты, то моя задача не в погоне за ее курсом, а в том, чтобы его изменения никак не отражались на доходах нашего населения. Между тем, уже известно, что обновленный состав правительства не поддержит парламентская позиция, представленная двумя партиями. Мы не видим ни качественных, ни личностных, ни концептуальных изменений в представленном составе. По сути, это та же самая команда, которая замедлила экономический рост, обесценила Ларри, увеличила бедность. Наше отношение к этому составу крайне отрицательное. Мы ни в коем случае не поддержим это правительство. Почти по каждому из кандидатов у нас есть вопросы. Мы просто не сможем взять на себя ответственность за эту команду. Однако вряд ли демарш оппозиции как-то повлиять на голосование в парламенте. За правящий грузинской мечтой конституционное большинство. А потому проблем с утверждением, скорее всего, не предвидится. К тому же депутаты и лидеры фракции, отправящие силы, уже подтвердили, что готовы одобрить обновленный состав. Голосование состоится в конце этой недели. Звият Мчителяшвили специально для настоящего времени. Грузия, Тбилиси. Власти Литвы собираются серьезно сократить продажу спиртного. Жители Литвы уже называют нововведение сухим законом. В частности, тут может быть введена госмонополия на торговлю алкоголем. Как к этому отнеслись в Вильнюсе, знает Екатерина Бучнева. Труд, уединение и молитвы. Вот рецепт трезвости этой общины под Клопедой. Здесь проходит реабилитацию те, кто пытается завязать с алкоголем. Они сами ведут хозяйство и готовят себе еду. После обеда общаются с психологами и священниками. До ближайшего населенного пункта отсюда 10 километров. За бутылкой так просто не дойти. Сейчас в общине проживают около 20 человек. Всего за 5 лет существования через нее прошли более 300 литовцев. Ее основатели и сами были алкоголиками. Но вылечились и решили помогать другим. Год примерно проходит где-то 50-60 человек. И большая часть людей отсееваются, конечно. И те люди, которые хотят что-то на самом деле менять в себе, они остаются и продолжают свое лечение более года. У нас есть люди, которые и три года здесь. А это уже север Литвы деревушка под городком Шауляй. Здесь алкоголь стал причиной семейной драмы. Пьяный глава семейства упал на полуторагодовалого малыша. Ребенок с серьезными травмами в больнице, отец арестован. Банальная история. Но такие в Литве происходят чуть ли не каждый день. Страна входит в тройку самых пьющих стран Европы. По статистике, средний литовец выпивает в год более 15 литров алкоголя в пересчете на чистый спирт. Да, конечно. По-моему, не употребляют только беременные женщины и больные. Все попытки властей бороться с пьянством заканчивались фарсом. В ноябре магазинам запретили оповещать покупателей о скидках на алкоголь. Запрет не продержался и недели. Вместо кричащих ценников на полках супермаркетов стали появляться вот такие листовки с надписью «Дни вкуса». Реклама замаскировалась, но осталась. Предприниматели всеми путями пытаются обойти закон. Так было с запретом на продажу алкоголя ночью. А сейчас это происходит с запретом на скидки. Одни литовцы новые ограничения поддерживают, другие высмеивают. Очень хорошо. Чем больше ограничений, тем лучше. Меньше будут пить. В Литве и так много пьют. Люди не станут меньше пить из-за этого. Просто в каждой второй-третьей квартире начнут гнать самогон. И что с того? Наркологи и правительство поддерживают. По их данным, ограничения работают. Когда мы сопоставили время принятия разных законов, то получили очень точную динамику алкогольных психозов. Минимум зафиксирован во время Горбачевской борьбы с пьянством. С приходом независимости кривая взлетает вверх. К вступлению в Евросоюз в 2004-м график снова уходит вниз. Однако к 2008 году мы где-то даем слабину, и количество алкогольных психозов увеличивается. Новые власти начали с себя. В парламентской столовой запретили продажу спиртного. Далее в планах создание госмонополии по торговле алкоголем и открытие специализированных магазинов, которые, как в Скандинавии, будут работать всего по несколько часов в день. К слову, на автозаправках алкоголь запретили продавать еще с начала года. Количество аварий и смертей в ДТП сразу снизились. Екатерина Бучнева, Денис Тарасенко. Настоящее время. Американский рэпер Канье Уэст в понедельник был госпитализирован в больницу в Лос-Анджелесе. Местные издания в качестве причины называют переутомление. Ранее музыкант сорвал два собственных концерта, на одном просто прочитал длинную политическую речь и отменил оставшееся выступление в рамках тура Сент-Пабло. Рассказывает Артем Сторонов. Это видео было сделано в субботу одним из посетителей концерта американского рэпера Канье Уэста в калифорнийском городе Сакраменто. Через 15 минут после начала музыкант внезапно прервал выступление и разразился продолжительной речью с критикой современной музыки и прессы, после чего покинул сцену. На следующий день после сорванного концерта рэпер должен был выступить в Лос-Анджелесе, но за три часа до начала мероприятие отменили без объяснения причин. А в понедельник Канье был госпитализирован в эту больницу в Лос-Анджелесе. Ряд местных изданий в качестве причины называют переутомление, однако официальных сведений о состоянии физического и психического здоровья 39-летнего рэпера нет. В тот же день стало известно об отмене 21 концерта Уэста, запланированных до конца года в рамках тура Сент-Пабло. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты в полном объеме. На прошлой неделе Канье попал в заголовки газет, после того, как на концерте в калифорнийском Сан-Хосе выступил в поддержку Дональда Трампа. Президентскую кампанию миллиардера музыкант назвал гениальной. Зал освистал его за эти слова. Канье Уэст – один из самых популярных и влиятельных рэперов современности, известный своим эксцентричным поведением. Ранее он заявлял, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году. Я на этом с вами прощаюсь. Я Тимур Олевский. Вернусь в эту студию в среду и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Редактор субтитров А.Семкин